Области разные, люди разные, я уже как бы начинаю предварительно рассказывать. Тема нашей группы – инфраструктура и ресурсы. Выделили наиболее актуальные проблемы и пути их решения. То есть первый вопрос пока открывается уже непосредственно в нашей презентации, которая стояла перед нами. Верхняя, да? Не представилась. Меня зовут Менькова Жанна Геннадьевна, предприниматель Кемерово с 20-летним стажем, если по фирме. Так, первый наш вопрос. Оценка качества дорожных сетей, средний балл, возможность вовремя осуществить доставку качества дорожного полотна, протяженность и плотность. Значит, какие проблемы выявили? Высокое давление на дорожную сеть. Методы поддержки и решения. Проектирование и строительство объездных дорог. Актуально практически для всех муниципальных образований и городов. Строительство технологических дорог. То есть если ведется строительство или новый завод, можно прокладывать просто насыпные технологические дороги. Отвечает за это дирекция автомобильных дорог. И это возможно реализовать в короткие сроки. Вторая проблема. Высокая загруженность муниципальных дорог. Быстро проблему не решить. Третья. Низкий уровень содержания и строительства дорог. Как решим? Соблюдение технологического регламента. Применение инновационных технологий. Изменение графика ремонтных дорог. Ну это что такое? То есть ремонтирует днем, возникает пробки, город стоит. Ну там неважно какое. То есть везде Япония и Германия ремонтируют по ночам. Можно внедрить хотя бы вечернее время. И третья тема, достаточно интересная на наш взгляд, это муниципальное и частное партнерство. Может предложить администрация, инвесторам какое-то содружество. Либо выделить земли, долгосрочная аренда. Либо льготная аренда идет. И взамен инвестор может построить дороги за свой счет. То есть так как строительство дорог, бюджет требуется очень высокий, можно внедрить в планы быстрых побед именно данное партнерство до достижения результата. Следующий. Так, значит, следующий вопрос. Качество и доступность инфраструктуры. Оценка качества телекоммуникационных сетей. Какая проблема? Малый охват кабельного интернета в отдаленных районах. Высокая стоимость подключения частного сектора. То есть нужно протягивать кабель. И зачастую даже в городе Кемерово сталкивались с тем, что требуется 100 или 200 тысяч дотянуть кабель куда-то до частного сектора. Отдаленные районы. Дело обстоит еще хуже. Какие меры поддержки решения? Предоставление земельных участков по льготной арендной плате. Ну и вообще повышение конкуренции в данной области. Чем больше будет фирм, тем выше конкуренция и ниже цена для потребителя. Ответственная администрация и КУМИ. Следующий. Качество и доступность инфраструктуры. Значит, удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры. Значит, какие проблемы? Недостаточная спецификация. Кузбасс промышленный монорегион. Топим углем до сих пор. Продаются коглы с углем. Везде это актуально. Последствия для экологии каждый из нас знает. Дышим одним и тем же воздухом. Поэтому, что требуется? Подача заявок. В департаменте области уже организован департамент газификации. Нужно подавать. Ответственный департамент промышленности Кемеровской области. В течение года нужно развивать данное направление, которое регулирует Дмитрий Анатольевич Медведев. Второе. Дефицит мощностей коммунальной инфраструктуры. По электрическому перебою в любом городе что необходимо? Грамотное и заранее преждевременное формирование заявок в фонд развития моногородов. Отвечает за это экономический блок. В течение года нужно решать эту проблему. Начинать уже требуется и сейчас. Следующее. Недостаточно развитая социальная инфраструктура. Что это обозначает? Школы, детские сады. То есть приехали работники, работают, инфраструктура есть. Нужно куда-то пристраивать детей. Проблема актуальная для всех. Если данной инфраструктуры не будет, в том числе и отдыха. Отдыха для нас с вами. Это колоссальный минус для нашей области. Следующее. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет. Формирование некачественных документов. То есть потребитель данной услуги сталкивается с тем, что документы делают некачественные. Их приходится переделывать, ходить уточнять и так далее. Какие пути решения? Увышение квалификации специалистов. Организация рабочих мест и оборудования. И формирование электронного архива. Ответственная администрация. Во втором полугодии решит реально. Следующее. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет. Проблема. Низкий процент постановки на кадастровый учет по сети интернет. Пути решения. Также повышение квалификации сотрудников. Администрация МО. Получение электронной цифровой подписи. Мало кто этим пользуется, но на самом деле, ну то есть внедряется активно и нужно внедрять активно. Выделение финансирования. И популяризация электронных услуг Росреестра. Проблема. Отсутствие четкого алгоритма действия заявителя по постановке на кадастровый учет от ОМО до Росреестра. Какой план решения? ОМО составляет алгоритм действий и размещает на сайте. Решить можно быстро. Следующее. Качество и доступность финансовой поддержки для предпринимателей. За последний год я могу отметить, что мер поддержки очень много. И для бизнеса сделаны глобальные шаги и на учебу, и на повышение финансовой грамотности. Гранты, поддержки, они есть. Но зачастую предприниматели об этом не знают. Поэтому, значит, низкий уровень информирования, о чем мы говорили в первой половине дня. Информацию нужно сделать доступнее. Зачастую действительно предпринимателю сложно разобраться в каких-то юридических документах. Средний уровень подготовки СМП для получения поддержки. Что нужно? Участвовать в программах обучения СМП, информирование через советы предпринимателей. Следующая проблема. Нет, назад, пожалуйста. Сложный механизм получения господдержки и гарантий. Привлечение экспертов в области финансовой поддержки для реализации программ. Ну и есть еще проблемка. Это нехватка средств финансовой поддержки для стартапов. Возможно выделение финансирования через госфонды, венчурные фонды и государственные фонды предпринимательства. Ну и конечно, самих предпринимателей нужно катализировать, направлять их на переобучение, для того, чтобы они сами искали все это. Все в доступе. Как еще подталкивать? Ну то есть я думаю, что очень много с вашей стороны сделано. Спасибо. Дальше. Качество и доступность трудовых ресурсов. Опять же повторюсь. Узбас промышленный монорегион. Шахты, заводы у нас превалируют. Идет проблема. Нехватка специалистов, рабочих специальностей. У нас много юристов, у нас маркетологов много. Следствий нет, сварщиков нет, токарей нет, швеи практически отсутствуют. Эта проблема встает очень остро. Какое решение? Популяризация рабочей профессии. Здесь все ответственно, очень много уделяется со стороны правительства в этой сфере. Ну то есть нужно как-то возобновлять рабочий класс. Высокая миграция трудовых ресурсов с нашей области. Что нужно для того, чтобы рабочие не мигрировали, люди рабочие не мигрировали. Открывать новое предприятие у нас, предоставлять рабочие места, формировать досуг, социальную обустроенность, детские сады и так далее. Следующее. Также среди трудовых ресурсов какая проблема? Увеличение доли пожилых людей в трудовых ресурсах и отсутствие их замены. Раньше еще в советские времена было наставничество. Ну то есть зрелые работники наставляли молодых. Сейчас это упразднено, каким-то образом это нужно заново возвратить и адаптировать. Следующее. Упразднение профессии. Сами прекрасно знаете, что за счет автоматизации и других современных технологий многие профессии упраздняются. Нужно переобучивать смену квалификации. Здесь проблема в том, что люди в возрасте становятся негидкими и не хотят переучиваться. Если он работал на шафте, пойти ему работать на компьютере, ну для него предоставляется сложность. Поэтому администрация КО, МО должны предпринимать все усилия на то, чтобы люди не остались безработными в том числе. Еще проблема. Несоответствие учебного материала современным тенденциям. Ребята из институтов выходят, принимаются на работы и некомпетентны, потому что современные тенденции иные. И приходится на месте переучивать. Это уже и ординатура, и регистратура. Поэтому в том числе нужно влиять на учебные процессы и высшее и среднее учебное заведение. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Наши подряды. Какие-то комментарии, дополнения. Ваша презентация здесь на флешке, да? На компьютере? На флешке, кажется. А, ну что, так и забирайте. Да. Спасибо еще раз, Жанна. Есть какие-то комментарии? Тогда четвертая группа, пока у вас.